Много предупредительной работы в деле безопасности детей на воде не бывает. Такого принципа придерживаются спасатели. Потому летом взяли за практику принимать у себя юных пинчан и, среди прочего, рассказывать, что обычно приводит к несчастным случаям. Чаще всего это беспечность и не только, заявляет председатель Пинского горсовета «Асвод» Юрий Пичугин гостям спасательной станции, ребятам из средней школы номер 6. В 21-м году у нас было 4 утонувших, в 22-м 6, в 23-м уже 8. И этот рост на фоне снижения количества утонувших по Брестской области и по Республике Беларусь. Ну и как вы думаете, кто нам дал такую негативную статистику больше всего? Пьяные мужчины. Пьяные мужчины примерно правильные. Еще кто из этих мужчин? Кем они были? Вот рыбаки из 8 утонувших, 7 рыбаков, 6 из них в состоянии алкогольного опьянения. Причем доза от 1,1 промилле до 3,4. Порой безрассудно поступают и ровесники этих школьников. Пример, пару лет назад после выпускного ночью старшеклассник пытался переплыть спину и утонул. Тогда его тело из воды доставали водолазы. Их работу дети также увидели в ходе экскурсии и узнали, что эта профессия не из простых. Дети внимательно слушают, потому что детям это интересно, потому что это одна из профессий, которая относится к спасению людей. Прошло всего 20 минут экскурсии, а ребята уже почерпнули для себя немало полезного, а главное применимого на деле. Понятно, что нельзя купаться с кругом, матрасом. Знаю, что нельзя заплывать за буки. Вообще нельзя на глубине какой-то большой находиться. Конечно, нужно руководствоваться всеми правилами безопасности, потому что никогда не знаешь, что может случиться на воде. Нужно всегда смотреть за своими друзьями, близкими, чтобы тоже ничего такого не случилось. Такой вопрос. Когда ты видишь, что ЧП на воде тонет или утонул человек, твои действия? В первую очередь надо позвать спасателя, попросить окружающих, спросить, может кто-то умеет плавать, чтобы оказали первую помощь, если вдруг нет спасателя. Старшеклассники успели и с пушистым питомцем спасателей поиграть. И еще поучиться, как правильно нужно реанимировать Максимку. Такое имя носит специальный обучающий манекен. Достали мы пострадавшего из воды, ложим на ровную твердую поверхность, смотрим ротовую полость, если есть инородные предметы, удаляем их. Под область плечевого пояса ложим любой валик, это может быть рюкзак, покрывало, полотенце, свернутое валиком, для того, чтобы запрокинуть голову вверх и назад. И дыхательные пути были легко проходимы для воздуха. Далее по правилам производится 30 нажатий грудной клетки и два вдоха рот в рот. На практике не так уж сложно. Достаточно интересное мероприятие, я узнала много чего нового, много правил, поэтому всем советую сюда ходить. От этого только больше шансов, что в статистике утонувших не будет значиться пинских детей и подростков.